За полметр на баскетбольном клубе делаем? На этом получили несколько свободных бросков, но по большому счету мы контролировали первые две четверти и тоже продолжалось первые пять минут третьей четверти. Потом мы уже начали радоваться и условно уже отмечать победу и соперник немедленно этим пользовался и мы не умели, не могли справиться с их центровым Булкасавловичем. Сделали много таких необоснованных полов, очень старались, но как раз получилось наоборот. И было вероятно, ему соперник нас почти достиг и получалась такая нервная концовка, условно нервная. Условно говорю, потому что все равно соперник ни разу не был впереди, по большому счету мы контролировали игру все время. Хоть концовка была трудная, это надо признать. Два вопроса по последним минутам. Первый вопрос касается, ну была ли у вас установка играть в нападении более медленно, то есть не давать шанс больше провести атак сопернику. Еще учитывая к тому же, что вов любит быстрее. И второй вопрос, почему все-таки ваши подопечники не использовали пять фоллов соперника за последние четыре минуты, которые несколько раз, точнее только в самом конце выходили на линию. Да, мы об этом говорили. Во-первых, в конце уже чуть-чуть была задача сбивать тем, чтобы не дать легкие быстрые прорывы, шансные легкие быстрые броски. То, что мы не использовали, то, что соперник в защите менялся и задача была обыгрывать один на один. К сожалению, мы искали легкий путь, мы бросали, не обыгрывали. Да, и с этого, исходя хоть и там несколько раз, как вы видели наши, ну скажем так, я не боюсь это слово сказать, снайпером бросали свободные броски. Шаллинга, Дроздов, Горбенко, но мы не попадали в свои броски. Ну посмотрите, катастрофический процент, да, из этого учитывая это. И, ну, свободный игрок не может не бросать, да, но задача была больше обострять игру и стараться с под кольца. Но соперник, как и я перед игрой говорил, что они очень так провоцируют на бросок. Они стараются закрыть свою трехсекундную зону. Букасавлович, в прямом смысле, он отдыхает в защите, да, он стоит условно, держит человека, он стоит зоной. И, к сожалению, мы, как я говорю, второй половине, мы не умели с этим использоваться. Когда мы играли быстро, сразу с перехода нападения, такой, как называется, early offense, тогда все более-менее получалось. Когда начались с 25 минуты, как я говорил, отмечать и уже победу играть помедленнее, сбились просто с этого ритма игрового. Ну, потом, хорошо, что они сумели нащупать. Маска, еще питание два мерца. Спасибо. Спасибо.